Я уже бывал на Пхукете несколько раз, но это были лишь короткие отпуска. В 2019 я пообещал себе, что вернусь на остров и попробую здесь зимовку. Но потом случился ковид и переезды в другие города. И вот после жизни в Грузии, Турции и Южной Корее, спустя аж 4 года, у меня появилась возможность вернуться и провести на самом популярном курорте Таиланда затяжной отпуск. Обожаю это чувство, когда ты выходишь из самолета прохладного, прилетев из какой-то холодной страны и ощущаешь эту влагу, жару на себе и сразу желание переодеться. Все потому, что я прилетел в Таиланд. Свою маленькую жизнь я решил превратить в фильм, чтобы такие же авантюристы, как я, смогли повторить мой опыт, а не ошибки. Итак, меня зовут Сергей и в этом выпуске я поселюсь в тайском ЖК и расскажу, чем же он отличается от наших. Проеду по самым популярным районам острова и дам советы, как выжить на дорогах. Встречу здесь тайский Новый год и расскажу о его традициях. Сгоняю в новые парки развлечений и загляну в места поэкстремальнее. Нет, спасибо, я пошел. Покажу, как изменился остров после пандемии и посчитаю, дороже ли здесь стала жизнь. Ну и, конечно, пообщаюсь с другими переехавшими и узнаю о визах, законах и штрафах. Будет субъективно, но интересно. Поехали! Я приехал на остров на шесть недель, поэтому жить в гостинице у берега было не вариант. Слишком дорого. Для долгосрочного пребывания на острове есть два типа жилья. Первый — это виллы, отдельно стоящие дома с собственным участком, и кондоминимумы — это дома с маленькими квартирками и хорошей инфраструктурой для жильцов. Чтобы не жить отшельником на вилле, я выбрал второй вариант, и на примере своего комплекса хочу показать вам, что такое кондоминимумы в Таиланде. По сути, конда — это многоквартирный комплекс, к которым мы все уже привыкли. У каждой квартиры есть владелец, а обслуживанием территорий занимается управляющая компания. Главное отличие тайских ЖК — в инфраструктуре и услугах, которые управляйка может вам предоставить. Минимальный набор, который есть даже в эконом-классе — это бассейн и парковка. В комплексе классом повыше, как у меня, есть подземная парковка, фитнес-клуб, несколько бассейнов, а еще кафе, бар на крыше, видеонаблюдение в коридорах и ресепшн. В элитных комплексах может быть, например, теннисный корт, каворкинг, собственный парк или барбекю-зоны. Управляющая компания в тайских ЖК следит не только за чистотой, но может предложить вам и дополнительный сервис, например, уборка в квартирах. Вам даже могут предоставить постельное белье и менять его раз в неделю, как в гостинице. А чем же это отличается от обычной гостиницы, спросите вы? Все дело в том, что апартаменты здесь можно не только арендовать, но и купить. То есть вы можете переделать под себя ремонт и жить здесь, как в обычном доме. Для примера стандартный вариант — 35 квадратов стоит здесь примерно 4 миллиона бат. Это с мебелью и с ремонтом. Это, конечно, не самый дешевый вариант, но дело в том, что комплекс уже построен, поэтому, как всегда, готовые варианты стоят гораздо дороже. Но, конечно, большинство квартир на Пхукете покупают, чтобы потом сдавать их туристам. И в этом управляющие компании тоже могут вам помочь. Они сами находят жильцов, следят за чистотой, но при этом забирают себе от 30 до 60 процентов прибыли. Кстати, некоторые застройщики оставляют за собой исключительное право на сдачу вашего жилья. То есть квартиру ты купил, но публиковать рекламу о ее сдаче не можешь. Либо живи сам, либо потихой сдавай знакомым. В апартаментах здесь есть, в принципе, все для того, чтобы долго здесь жить. Нет разве что стиральной машины, но это повсеместная история в Таиланде, потому что здесь очень много прачечных. Сушилки в номере тоже нет, поэтому я купил у соседей, которые съезжали, такую небольшую, повесил на балконе. Еще из минусов — я пару раз здесь встречал тараканов. И шумоизоляция, конечно, не самая лучшая, при том, что комплекс заявляет, что она у них усиленная. Я, честно говоря, тогда не представляю, что там у других. Арендовать такую квартиру можно за 56 тысяч бат в месяц, если контракт на три месяца. Если же контракт на год, то цена будет ниже уже 36 тысяч бат в месяц. При заселении вы вносите 2 месячных залога, которые не вернутся, если съедете раньше. За электричество и воду в месяц будете платить где-то полторы-три тысячи бат, если, конечно, администрация что-нибудь не напутает и не принесет квитанцию на 5 тысяч. Они здесь это любят. Ну, знаете, такая концепция ЖК будущего мне очень импонирует, потому что, во-первых, тебе не нужно париться ни с готовкой, ни с уборкой, не нужно тратить время на дорогу до спортзала. Даже курьера по факту ждать не нужно, потому что он может оставить заказ в лобби. Круто, что многие застройщики в разных странах уже применяют такой формат в своих проектах, но делают они в основном это в ЖК бизнес-класса, комфорт-класса, а здесь, в Таиланде, это уже обязательное условие даже для экономного жилья. Вопрос жилья уладили, можно изучать остров. Но и здесь не все так просто. Пхукет по площади вообще не маленький. В длину где-то 50 километров, а в ширину 20. Все заселенные районы чаще всего находятся на расстоянии нескольких километров, и дойти пешком из одного в другой нереально. Вас ждет либо магистраль, либо горный перевал без тротуаров. Наверняка это будет мой первый фильм, где я не расскажу про общественный транспорт в городе, потому что его тут практически нет. Все, что имеет Пхукет, несколько автобусов, которые ходят раз в полчаса между районами. Я несколько раз пытался прокатиться на таком, но так и не разобрался в их расписании и остановках. Вообще, туристы здесь не особо часто пользуются автобусами. Многие предпочитают такси. Единственная проблема, именно на Пхукете такси стоят гораздо дороже, чем в любых других регионах Таиланда. Например, чтобы доехать в соседний район, вам нужно будет заплатить где-то 300-500 бат, а чтобы проехать с севера на юг от 700 бат до 1500. Хорошо, что здесь сейчас появляются приложения, где ты можешь заказать нормальную машину, а не ездить на тук-туке. Но есть одно исключение. Когда я прилетел на остров, я понял, что вызвать такси прямо ко входу в аэропорт не получится, потому что у них там действует какая-то своя таксишная мафия, которая эти такси не пускает, а сама эта мафия предложит тебе такси по цене там в 2-3 раза дороже, чем если бы ты вызывал в приложении. Я так лоханулся и заплатил кучу денег. Но, оказывается, был выход, можно заказать такси как бы на территорию за аэропортом, просто нужно там пройти минутки 3 пешком. То же самое, кстати, и с сим-картами. Я купил месяц безлимитного интернета прямо в аэропорту за 1000 бат, а в любом супермаркете это стоило бы, ну, максимум 500. И самое смешное то, что такой супермаркет стоит прямо на выходе из аэропорта. Так как же тогда передвигаться по острову? Можно, конечно, брать автобусные экскурсии с тетушками, а можно арендовать машину или байк. С момента открытия границ машин на острове стало много, и на узких дорогах то и дело собираются пробки. Свободных парковочных мест здесь тоже мало, поэтому многие, включая туристов, предпочитают арендовать байки или мотоциклы. Я не исключение. Я взял мопед за 250 бат в день и оставил залог еще 2000 бат. Ренталы здесь стоят на каждом углу, но с их выбором нужно быть осторожным. В один из первых отпусков на Пхукете я арендовал байк у милой тайской тетушки, которая работала недалеко от моего отеля. И когда отпуск подошел к концу, я уже с чемоданом приношу ей байк, говорю спасибо тебе большое. Она говорит, друг, смотри, тут царапина на пластиковой детальке, с тебя 50 долларов. Я понимаю, что эта деталь не может столько стоить, но у нее мой паспорт в качестве залога, она попросила вместо денег. И как бы сумму она сейчас может назвать любую, и мне придется заплатить. Но я решил не вестись и говорю, дамочки, подождите, я сейчас гоняю в магазин, куплю вам такую деталь. Приезжаю, покупаю эту деталь в 10 раз дешевле, чем просила сумму она. Чтобы ей не повадно было, попросил в магазине скрутить мне эту деталь с царапиной и выбросил. Приезжаю к ней, говорю, вот ваша новая деталь, вот ваш байк, спасибо. Ее это так выбесило, потому что она, естественно, хотела взять просто деньги и продолжать сдавать байк в таком виде, в котором он и был. И она от злости заставила меня прикручивать эту деталь самостоятельно, пока меня уже ждало такси. Я чуть не опоздал на самолет, но не дал себя обмануть, не знаю зачем. Но с тех пор я, естественно, никогда не даю в залог свой паспорт и спрашиваю у друзей всегда рекомендации по аренде байков и прочим местам на Пхукете. Перед тем, как начать исследовать остров, хочу вас предупредить, что езда на байках в Таиланде это очень опасное занятие. И даже суперопытные водители здесь часто попадают в аварии. Я пару раз здесь тоже упал и вообще за время езды по дорогам Таиланда сформировал несколько правил, которыми с вами и хочу поделиться. Во-первых, даже если вы куда-то поедете и дорога займет не более получаса, закройте свое тело. Это могут быть брюки, обязательно закройте руки полностью, это может быть какая-то рубашка. Во-первых, вы не сгорите. Во-вторых, если вы даже упадете, то как минимум смягчите свои травмы. Дальше, обязательно купите любой солнцезащитный крем и намажьте все части тела, которые у вас остались, чтобы не ходить потом с сгоревшими лодыжками. Также при аренде вам дают вот такие вот шлемы, но они вообще не защищают, поэтому я рекомендую вам их выбросить и купить себе шлем вот такой. Он, конечно, стоит подороже, 1-2 тысячи бат, но это явно дешевле, чем лечить свою головку, если вы вдруг попадете в аварию. Важно, чтобы шлем закрывал подбородок, потому что шанс, что вы приземлитесь именно на него, очень высокий. И когда арендуете байк, обязательно посмотрите на резину, важно, чтобы она не была лысой. Как минимум признаки хорошей резины это вот такие антенки, ну и видно, что протектор здесь не стертый. Зачем это нужно? Я как-то арендовал байк как раз-таки с лысой резиной, прошел очень легкий дождь, я выехал на дорогу, был легкий спуск и я скатился не на байке, а на шопе. Еще пару советов. Заранее оформите страховку. Медицина здесь хоть и неплохая, но очень дорогая. Думаю, вы не раз видели, как туристы в Тае или на Бали устраивают сборы денег на операцию после падения с байка. Выезжая на дорогу, помните, что во всей стране левостороннее движение. Перестроиться не так просто, но иногда можно забыться. Для аренды байка в Таиланде водительские права вам не нужны, хотя полиция их требует. Если вас остановят и прав у вас не будет, официальный штраф 10 тысяч бат. Однако, если вы доброжелательны, то полицейский сам вам скажет, друг, дай мне там тысячу бат в кармашек и езжай дальше. Тут еще есть совет небольшой. Если вы оденетесь в закрытую одежду и будете ездить в таком основательном шлеме, то шансы, что вас остановят, гораздо ниже, потому что вы уже больше похожи на местного. Байк – это не только самый удобный способ передвижения по острову, но и самый дешевый. Стоимость бензина в стране сейчас 1 доллар 20 центов за литр. Заправить байк будет стоить чуть больше 100 бат. Интересно то, что Таиланд не является энергетической державой и, добывая лишь небольшой процент ресурсов, умудряется снижать цены на бензин, когда на мировом рынке они тоже падают. К примеру, лет 12 назад бензин здесь был дороже на 30%. В школе и студенчестве я увлекался программированием и даже делал флэш-игры. Хоть я и не стал программистом, я рад, что получил базовые навыки в этом деле, потому что теперь это помогает мне и в жизни. Дело в том, что когда ты пишешь код даже самой простой программы, тебе нужно продумать все возможные варианты развития событий заранее. Так вот, навык учитывать все вводные, теперь я использую при планировании поездок или когда еще выход из сложной жизненной ситуации. Решая задачу по программированию, ты будто бы перестраиваешь свое мышление и становишься более находчивым. Если вы когда-то думали познакомиться с кодингом, начните с простого и самого популярного языка программирования – Python. Язык хорош своей универсальностью. Если в будущем вы решите стать разработчиком игр, сайтов, ботов или приложений, то со знанием Python найти работу в любом из этих направлений будет несложно. Только на HeadHunter сейчас открыто 10 тысяч вакансий, которые требуют знания этого языка. Получать базовые навыки не обязательно сразу на платных курсах. Как раз для новичков у образовательной платформы Netology есть бесплатный курс «Основы Python. Создаем телеграм-бота». Там вы познакомитесь с логикой работы языка, создадите телеграм-бота и таск-менеджер, даже если никогда не программировали. Но как мне кажется, важнее, что на этом курсе вы получите представление о сфере в целом, узнаете, где Python можно применять и поймете, насколько такое творчество вас увлекает. Переходите по ссылке в описании или к QR-коду на экране и регистрируйтесь на бесплатный курс Netology «Основы Python. Создаем телеграм-бота». А еще сразу сохраните промокод «ХВАЛЫНСКИЙ», потому что с ним у вас будет скидка 45% на платные онлайн-курсы в Netology. А их у платформы сотни в разных направлениях и удобные условия. Например, если курс не подойдет, то можно перевестись на другой или вернуть деньги. Помните, что если программирование и не станет делом вашей жизни, то знание базовых принципов точно повлияет на ее качество. Первым делом я решил сгонять в районы пляжей Корон и Ката, где останавливался в свои прошлые поездки, потому что они находятся в туристическом центре острова. В этих районах развита инфраструктура, есть отели, кафе, массажные салоны и рынки. Пляжи здесь выглядят супер, особенно Корон. Мне кажется, это вообще лучший пляж на Пхукете. А еще Корон и Ката не предназначены для бурной ночной жизни, поэтому его предпочитают семейные люди, и их количество здесь просто зашкаливает. По ощущениям, больше половины туристов — это русские. Для них почти все здесь переведено на русский язык, тут продают квас, селедку под шубой и борщ. Я даже заглянул в пару мест, чтобы попробовать русскую кухню, и да, она и правда оказалась неплохой, но есть пельмени и суп с вермишелью на жаре под пальмами — странно. И вообще, все это дико убивало аутентичность и ощущение отпуска. Я понимаю, что как минимум тупо жаловаться на отсутствие аутентичности, приехав на самый русский остров Таиланда, но меня скорее поражает не количество моих соотечественников, а поведение некоторых из них. Здесь сразу хочу сказать, что во всех странах есть такие люди, но так как я в первую очередь понимаю русскую речь, то обращаю на них внимание. Просто выбешивают ситуации, когда какая-нибудь русская женщина подходит к тайцу и просто сходу начинает что-то говорить ему на русском, и когда тайц просто ничего не понимает, она просто тупо повторяет то же самое на русском языке просто громче. И потом удивляется, почему он ее не понял. Моя любимая история — это когда женщина во фруктовой лавке покупала мангостины и на русском сказала тайцу «И чесночка мне пять штучек положи», ну, просто потому что вот этот мангостин, он внутри похож на дольки чеснока. И, конечно, мне даже уже немножко жалко, что сами тайцы привыкают к этому, ну, вот к этой наглости какой-то и подстраиваются под русских туристов. Да, конечно, это можно сказать, что они вот такие подстраиваются, чтобы больше денег зарабатывать, но, мне кажется, тут какое-то уважение все-таки должно быть. Еще меня всегда забавляют туристы, которые ходят по острову только в белых прозрачных рубахах с капюшоном, чтобы не сгореть на солнце. Штука эта, может, и удобная, но людей в них так много, что это напоминает мне сборище куклус-клановцев или ассасинов на пенсии. Простите мне мой снобизм, но, а если серьезно, то в эту часть острова приехать мне хотелось, чтобы посмотреть, как изменился Таиланд, ну, Пхукет, в частности, с моментом моей последней поездки сюда, которая была до ковида. Все мы помним, что в 2020-2021 году многие туристические зоны прям загибались без туристов. Я не исключение, я смотрел стори своих знакомых, которые постоянно здесь живут, я офигевал от полностью закрытых пляжей и прям целых районов, где нет ни души людей, вообще ничего не работает, выглядело это жутко. Спустя год после отмены всех ограничений, следов локдауна будто бы и нет. По улицам гоняют такси и ходят толпы туристов. Однако некоторые знакомые мне кафе и магазины все же оказались закрыты, не выдержав ограничений. Пляжи, которые выглядели и без того опрятно, стали как будто бы еще чище. В новостях даже рассказывали, что в момент запретов на посещение береговой линии 300-летние черепахи откладывали здесь яйца, и детеныши успешно вылупились. Но сильнейшим для меня удивлением было появление на острове просто огромнейшего количества магазинов и так называемых кофешопов, где можно купить травку или десерты, которые содержат в себе, наверное, конопляное масло. В июне 2022 года, чтобы восстановить подпорченную ковидом экономику и привлечь туристов, власти Таиланда легализовали употребление и оборот марихуаны. Вместе с этим они выпустили из тюрем несколько тысяч заключенных, потому что ранее любой контакт с травой карался уголовной статьей. Производные каннабиса теперь используют в тайских больницах для лечения, например, эпилепсии и тревожных расстройств. В магазинах и в лавках можно встретить совершенно неожиданные продукты с сюрпризом – печенье, напитки или, например, мороженое. На улице то и дело можно почувствовать резкий запах, потому что кто-то неподалеку курит. И я хочу напомнить, что наркотики – это плохо, и в России на ее территории вы можете получить срок за употребление, оборот и даже пропаганду. Сейчас тайское законодательство в этом отношении только формируется. Сначала власти разрешили вообще все, и теперь постепенно вводят ограничения. Но это не мешает местным и даже русским продолжать открывать здесь магазины. Причем каждый из них внутри выглядит так, будто легалай здесь случился давным-давно, а не год назад. Еще интересный момент. Если полицейский остановит вас и найдет, например, у вас в сумке 10 граб травы и вейп, то вы получите просто гигантский штраф. Это могут быть десятки тысяч долларов, я серьезно, за вейп. Конечно, с полицейским можно договориться и заплатить меньше, и, конечно, и вейпы, и одноразки, и кальяны – все здесь это можно найти. Но смешно то, что это нелегально, а траву курить можно. Интересно то, что именно вот эти кальяны, одноразки, и вейпы здесь запрещены, потому что никотиновой промышленностью, то есть сигаретами, здесь полностью владеет правительство. Оно контролирует все продажи, получает заработок с налогов, и, соответственно, если курильщик начнет курить вейп, он будет покупать меньше сигарет, и государству это просто невыгодно. Короче, я рад, что пандемия практически не изменила остров, и все здесь выглядит так, как будто бы ничего и не было. Конечно, властям пришлось пойти на радикальные меры типа Легалайза, но, тем не менее, я рад, что я могу посещать те же места, которые я посещал здесь в своей прошлой жизни до 2019-го. Раньше, когда один бат стоил рубль-полтора, мне все здесь казалось дешевым. Но сейчас, когда российская валюта слабеет и бат стоит уже 2,5 рубля, мне все равно все кажется здесь выгодным. Давайте покажу пример. Идем в любой круглосуточный магазинчик у дома и берем такой набор продуктов. Банан, банку тунца, булочку, готовую куриную грудку, сэндвич, чипсы с водорослями, протеиновый коктейль, лейс с том-ямом, воду с коллагеном, зубную пасту, мармелад с мелатонином, чтобы скорректировать джетлаг, энергетик, чтобы потом проснуться, лапшу со свининой, какие-то пироженки и 6 литров воды, потому что пить проточную здесь точно не стоит. И каково же было мое удивление, когда на кассе за все это я отдал чуть меньше 500 бат. В общем, на рубли это получилось где-то 1100. Не уверен, что в российских магазинах мы бы набрали такой большой пакет всяких интересных штук. Более того, если перевести это на грузинскую валюту, это получается 34 лара. Но думаю, что в Грузии пакет за эти деньги был бы раза в два меньше. То же самое и в Южной Корее, откуда я только что приехал. Не уверен, что идти в большой магазин и снимать обзор цен на продукты нужно, потому что четко понятно, что в Таиланде дешевле, чем во многих странах. Конечно, если жить здесь долго, то придется немножко поменять свои пищевые привычки, отказаться от гречки и творога. Но даже это здесь можно найти, потому что много русских магазинов все-таки. Хотя, честно говоря, я бы, наверное, в первом месяце туда даже не заходил, потому что здесь очень много свежих овощей и фруктов. Чтобы показать вам ассортимент свежих продуктов, я сходил на ближайший ночной рынок в своем районе. Такие работают практически по всему острову в разные дни. Но режим работы, вопреки названию, у них комфортный и уже после шести вечера все лавки открыты. Обычно цены на ночных рынках низкие. Помимо продуктов здесь продают одежду, готовую еду, соки и разные экзотические штуки типа жареных жуков и свиных потрохов. Имея с собой 200-300 бат, можно поесть, выпить и взять с собой пакет фруктов. В других блогах про Таиланд в основном показывают 7-11 и ночные рынки. Согласен, это колоритно и интересно, но можно подумать, что здесь есть только они. Поэтому хочу отметить, что на острове есть и современные торговые центры, и большие супермаркеты. Причем в супермаркетах ассортимент вообще не хуже, чем в других развитых странах. Множество импортных продуктов, охлажденная грудка, фруктовые нарезки и все, что захочешь. В торговых центрах тоже все супер. На острове их несколько, но самый большой из них центр в Хукет просто заполнен магазинами мировых компаний. Здесь есть фудкорты, кинотеатры и прочие блага цивилизации. Интересно, что в H&M'ах сильно выросли очереди соотечественников, которые покупают, знаете, не просто там себе пару футболочек, а прям целые сумки одежды на всю семью. И вот после этого я прям окончательно убедился в том, что все те, кто кричали, что пусть эти там Zara и H&M'ы валят из России, скорее всего, никогда в них и не одевались. Многие переехавшие не стремятся готовить дома, потому что, во-первых, очень развита уличная еда, а во-вторых, иногда готовить самому сильно дороже, чем сходить в подобное заведение. Ну и доставки здесь, конечно, тоже очень развиты, можно практически из любого заведения, даже самого захудалого, заказать еду себе домой. Когда-то приезжаю сюда в отпуск, ну, лично я, поначалу, конечно, ходил постоянно к каким-то ресторанам, там блюда стоят 300-400 бат, но довольно быстро я понял, что в подобных заведениях еда не отличается, но стоит уже раза в два дешевле. Конечно, вы можете сказать про антисанитарию и будете правы, у меня на салате сейчас сидит муха. Во-первых, стоит принять, что отравиться можно в любом заведении, не только в Таиланде. А так, не забывайте просто мыть руки, есть острую еду, потому что не зря же в теплых странах они едят как раз-таки, чтобы не травануться. Ну и ходите в проверенные заведения. В стандартной придорожной кафешке сейчас том-ям с креветкой будет стоить 150 бат, рис с яйцом 80, салат из морепродуктов 180. Но когда знаешь места, то можно найти и жемчужины. Например, это кафе со стейками. Куриная грудка на гриле 78 бат, салат с креветками за 138. И это не придорожная сбегаловка, а среднего класса кафе с кондиционером. Хукет хорош тем, что он сочетает в себе и деревенскую жизнь Таиланда, и городскую. На острове есть не только пляжи, но и несколько крупных ТЦ с нормальными магазинами и известными брендами. В людных местах есть и Макдоналдсы, и Старбаксы. Поразительно, что за 4 года здесь почти не изменились цены в кафе и магазинах. Казалось бы, экономика так страдала без туристов, но по ощущениям здесь товары в батах стоят так же, как и 5 лет назад. Дороже разве что стали европейские и русские заведения, но их стало здесь гораздо больше. Поэтому найти приятное местечко здесь гораздо проще. На острове довольно много развлечений, которые не связаны с покупками или ресторанами. Конечно, здесь компании предлагают стандартные виды отдыха, когда тебя везут на какой-нибудь остров из фильма пляж или Джеймс Бонд или катают на слонах. Не хотелось бы тратить время на рассказы о том, что вот такие живописные острова из фильмов полностью забиты туристами, а слоны страдают от боли в спине, от жестокого обращения. Поэтому, если вы все-таки хотите посетить какие-то аутентичные места, сгоняйте на какой-нибудь закрытый пляж самостоятельно. А если все-таки вам очень хочется пообщаться со слонами, на острове есть несколько заповедников, где они обитают как бы в естественной среде обитания, развлекать вас там никто не будет, но при этом вы сможете их там, не знаю, погладить и покормить. Моей задачей было изучить новые грандиозные места на острове. Самое яркое открытие прошлого года тайское шоу «Карнавал Мэджик». Само представление длится 50 минут, а билет на взрослого стоит аж 2500 бат. Сначала я не хотел идти из-за цены, но потом прочитал, что в проект вложили аж 190 миллионов долларов. Интерес взял верх, и я решил посмотреть, что же на эти деньги можно было сделать. Даже если не понравится, хоть вас предостерегу. На территорию парка я приехал к открытию и сразу выяснил, что шоу начнется только через два с половиной часа. А пока же мне предложили погулять по тематическому городку с разными активностями. Например, как на ярмарке, тут можно выиграть разные штуки в конкурсах. Но одно но. Игра стоит 140 бат. Можно бросать дротики в детей, точнее промахиваться мимо них, кидаться лягушками, лопать шарики. Еще здесь есть карусели. Можно покатать ребенка в клетке, на слонике и даже на игрушечном тук-туке. И вот тут я почувствовал культурные особенности парка. Видно, что создатели не пытались косить под Диснейленд, а сделали что-то свое. Еда здесь тоже есть. Например, мороженое в форме кошачьей головы, отдельный ресторан и даже бар. А вот самая большая в мире попкорн-машина сделала мне самую большую в мире порцию попкорна. И чтобы не получить самое большое в мире вздутие живота, я раздал большую часть всем желающим и пошел дальше. Любители фотографироваться в одежде чужих культур могут собрать себе образ в отдельном бутике. Мне сказали, что примерно так выглядят традиционные тайские праздничные или свадебные костюмы. Я не знаю, как создателям шоу пришла в голову идея стилизовать туалеты под комнату игрушек, но это просто потрясающе. Пошлите, покажу. Каждая кабинка, что в женском, что в мужском туалете, здесь имеет свою фишку. Вот, например, детский туалет-поезд. В другой кабинке стоял бесплатный игровой автомат, где я выиграл пачку бумажных салфеток. Где-то за тобой будет следить слон, а где-то оживет держатель туалетной бумаги. В другом месте на вас даже может совершить покушение голова динозавра. Почему-то именно здесь меня не покидало ощущение, что я оказался в декорациях сериала «Игра в кальмара». Но все равно идея очень крутая. Все так продумано, что даже мыло здесь с разными запахами. В принципе, два часа пролетают незаметно. Можно смотреть на морских свинок, пощекотать криповых медвежат, выбрать сувениры в магазине или просто наблюдать за урочным парадом, который как бы является прелюдией к основному представлению. Перед шоу нас пригласили в небольшой такой буфетик подкрепиться. Зал на 3000 человек и штук 50 блюд на выбор. Само шоу было запрещено снимать. На входе нужно было оставить все телефоны и камеры в специальных шкафчиках, а потом еще более того пройти досмотр на металлодетекторе. Я попросил сделать исключение для блога, но мне лишь пообещали отправить на почту какие-то там вырезки, которые у них уже сняты. Поэтому сейчас будут впечатления сразу после просмотра и как раз-таки несколько этих вырезок. Слушайте, ну я, короче, не строил сильных ожиданий от шоу, но реальность их превзошла. Если словами попытаться это описать, то представьте, что вы пришли на какой-то карнавал, но это не улица, а зрительный зал. То есть на сцену вереницей выезжают какие-то просто огромные платформы, которые там, не знаю, шевелят своими частями, испускают огонь, пар, светятся, делают все, что угодно. На фоне огромный экран, мне кажется, метров 60 в ширину. Вокруг полно людей, которые что-то там танцуют, летают, ездят в каких-то непонятных аппаратах. Ну, синхронность, конечно, прикрамывает, но технологичность именно самого шоу меня прям удивила. Меньше всего Таиланда ты этого ожидаешь. И только я подумал, что все закончилось, организаторы сказали, что в темное время суток открылась новая локация «Город огней», построенный по мотивам самого представления. Тут ничего не происходит, но масштабность просто поражает. Такого количества источников света в одном месте я еще не видел. Фишком этот городок можно обойти минут за 20. Всего в парке я провел где-то 5 часов, очень сильно устал, но вообще не пожалел. Даже если у вас нет детей, хотя бы раз сходить я бы все-таки порекомендовал. Как минимум, потому что это не похоже вообще ни на один парк развлечений, который я видел в других странах. Найти развлечения на Пхукете можно и побюджетнее, и поэкстремальнее. Мой приятель Рома, который живет на острове уже 5 лет по рабочей визе, предложил мне несколько вариантов. От посещения логова змей и прыжка с Тарзанки я отказался и выбрал самое безопасное, на мой взгляд, поездку по заброшенным отелям острова, которых здесь множество. Первая остановка оказалась для нас неудачной. Недостроенный отель кто-то выкупил и уже наполовину восстановил. Вот так бывает, еще несколько месяцев назад в бассейне на крыше этого здания стояло болото с лягушками, а скоро здесь будет престижное жилье. Следующий пункт назначения – недостроенная вилла на холме. Рома говорит, что причины появления таких мест могут быть самыми разными. У кого-то просто не хватило денег закончить. Другие постройки поглощались джунглями, пока владельцы решали проблемы с тем, что здание было построено на заповедных землях. Третьи отели в процессе строительства повредили природные катаклизмы. Во втором недострое мы нашли несколько нетипичных для Таиланда надписей, полюбовались видом, и затем Рома предложил посмотреть на логово летучих мышей. Блядь, ааа, твою мать! Пойдем, покажу. А, они кусаются? Ну, если да. В смысле да? Ну, пойдем, покажу. А ты сам не слышишь, как бы, нет? Ну, посмотри, что там происходит. Ты Бэтмена смотрел? Ты где, Серёга? Нет, спасибо. Я пошел. Блин, меня, кажется, обосрали. Мне тоже. Надеясь, что я не стану причиной очередной пандемии, мы направились дальше. В третьей точке атмосфера была самой некомфортной. Глядя на ремонт внутри номеров, было ясно, что отель был почти готов к сдаче, но что-то пошло не так. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, проходите наши эксклюзивные апартменты с джакузи, видом на джунгле. В некоторых комнатах мы нашли вещи, будто бы кто-то здесь все-таки жил. Было странно смотреть на пыльные личные вещи, изучать фотографии незнакомых людей, которые проводили здесь время с неизвестно какой целью. Ощущение, что я сейчас найду какую-нибудь фотографию, где у девушки не будет лица, и мы не выйдем из этого отеля. Через несколько минут к нам вышел тайц с собакой и предложил показать нам комнаты за небольшую плату. Ничего полезного он не рассказал, но хотя бы уберег от опасных участков, где мы могли бы упасть. Просто плита отвалилась или... Я надеюсь, другие плиты так не будут делать. Вот, тут это жилой этот квартал показывает. А еще здесь угол. Все в этих панках. Надеюсь, я не умру. Я просто не буду больше жать тебе руку. Признаться честно, я раньше не особо интересовался такими местами, но эмоции от их посещения правда яркие, потому что это не постановка. Единственное, хотел бы вас предостеречь, вы можете внутри там упасть, не знаю, встретить какого-то неадекватного бомжа или животное. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем залезать в такие отели. Погода начала портиться, и мы успели вернуться к Роме на виллу неподалеку, чтобы переждать дождь. Раньше Рома жил в кондо, но когда у него появилась девушка, коты, змея и скорпионы, он решил переехать в свой дом. Внутри просторная кухня-гостиная, две спальни, два санузла. Снаружи парковка, бассейн и крытая терраса. Сколько стоит дом в таком жить? Годовой контракт, мы платим 30 тысяч бат в месяц. В нее входят, в эту стоимость входят бассейнчик, садовник, вода и даже интернет. Но это нам повезло просто. Платим мы отдельно только за коммуналку, около 4-5 тысяч в месяц. Но это потому, что два кондиционера постоянно работают, и это нагоняет свет. Но это мы еще дешево взяли, потому что сейчас, как я вижу, как мои друзья снимают, это просто какие-то 60-80 тысяч за такой же дом или даже хуже. Из минусов жизни в своем доме Рома выделяет отсутствие инфраструктуры, а также появление незваных гостей. Хотя для него это не совсем минусы. Если ты, как я, любишь всяких змей, таких огромных жуков и прочего, что может прийти домой, это плюс, жить в доме. Подожди, а к змее приползали? Змеи прям? Да, пару раз приползала, и буквально у наших соседей не пару раз. Я постоянно к ним бегаю, потому что у соседей три кошки, и они волнуются за то, что змеи и кошки могут не поладить, и я пытаюсь это как-то порешать. За пять лет на Пхукете в стране Роман не разочаровался. Все говорят, что Таиланд – это страна улыбок, что тайцы тут постоянно такие жизнерадостные и позитивные, ну, потому что у них буддизм. Правда ли это? Или это как у американцев, типа они такие просто улыбаются, а сами себе на уме? Не могу сравнить с американцами, но действительно они все позитивные, довольны жизнью. Ну, ты, конечно же, можешь увидеть недовольных, каких-то злых тайцев, но сравнивая свои предыдущие опыты какие-то, здесь гораздо приятнее, здесь ты ощущаешь себя более, что ли, безопасно, не в плане там криминала, а просто, ну, все добродушные люди, ты можешь к любому обратиться, он постарается тебе помочь. То есть это подкупает, это действительно здесь есть. Это уже мой восьмой раз на Пхукете, и из них трижды я приезжал сюда в отпуск по путевке. Да, с одной стороны, я не парился о трансфере, но в процессе отпуска ощущения были тепличные. Во-первых, потому что посещать необычные места было сложно, туроператор твердил, что на байк садиться нельзя, потому что будут проблемы, что самому лучше никуда не ходить, потому что обманут, ну, а потом нас, конечно же, отправляли на якобы обязательную встречу с гидом, где навязывали экскурсии по цене выше, чем если я посетил бы их сам. Во-вторых, при покупке путевки выбор отелей всегда ограничен, и в кондо, в котором я сейчас живу, например, я бы остановиться не смог. Тем более путевки обычно на одну-две, ну, максимум три недели, а я же в итоге решил провести здесь шесть. Ну, а в-третьих, мне, наверное, не везло, но в моих туристических группах часть людей напивалась еще в аэропорту отправления, продолжала делать это в чартерном рейсе и не останавливалась в гостинице. Короче, с таким окружением почувствовать колорит страны было сложно. После таких опытов я стараюсь планировать отпуска самостоятельно, и хорошо, что сейчас для этого есть платформы, где в одном месте можно взять все сразу. В приложении One Two Trip вы можете забронировать отели и леопарты по всему миру, и тут же купить любые билеты на самолет или поезд. Все брони можно оплачивать не только иностранными картами, но и любыми российскими. Кстати, на отеле вы можете получить скидку до 37%, если тут купили билеты. Сэкономить на самостоятельных путешествиях можно еще больше. С каждого бронирования вы будете получать кэшбэк аж до 15% бонусами, которые можно будет потратить на следующие поездки. Переходите по ссылке в описании, качайте приложение One Two Trip и планируйте свой лучший самостоятельный отпуск. Продолжаю знакомить вас с районами. Если вам нужен веселый отдых с вечеринками, селитесь на главном пляже острова Патонг. Сам район совсем не выглядит уютным, но здесь можно найти отель на любой кошелек. От копеечного хостела до элитного комплекса с собственным парком. На улицах Патонга всегда много людей, работают тысячи заведений и, конечно же, баров и клубов, посетить которые вас зазывают тайчки, ну, или бывшие тайцы. На многих массажных салонах здесь встречаются наклейки, намекающие на то, что хэппи-энда здесь ждать точно не стоит. Хотя, если зайти в менее людный переулок, можно найти более суровых впечатлений, типа спанкинг-клаба, где то ли вы кого-то можете отшлепать, то ли вас кто-то может. Простите, за обзором я туда не пошел, поэтому не уточню. Пляж с одноименным названием очень протяженный, и здесь всегда очень много отдыхающих. На первый взгляд он может показаться уютным, но если присмотреться, легко понять, что это не так. Центр притяжения Патонга – улица Бангаларод, которая к вечеру набивается народом так сильно, что становится пешеходной. Даже в будний день на Бангаларод будет очень шумно, но сейчас мы попали на празднование тайского Нового Года. У них здесь 2566 год, и это просто жесть, потому что обычно по традиции в этот день молодежь поливает друг друга водой из маленьких таких блюдец, чтобы смыть все плохое. Но здесь, на Панглии, это превращается в какую-то просто невероятную, злобную битву. И, конечно, первое, что мне нужно купить, это водный пистолет, чтобы давать всем сдачу, потому что это... Тайский Новый Год называют Сонгкран. Его празднуют с 13 по 15 апреля, но веселиться начинают уже 12 вечером. В эти дни тайцы смывают друг с друга все плохое, а так как середина апреля – самое жаркое время года, обливают друг друга ледяной водой. На всей территории острова вы не сможете выйти за пределы дома и остаться сухим. Незнакомцы будут поливать вас из водных пистолетов, шлангов и даже ветер. Злиться на это нельзя ни при каких условиях. Это традиция. Нельзя ругаться на обливающих, даже если вы, управляя байком, получили за шиворот ведро воды со льдом и упали. Просто оставьте мотоцикл дома, ну или сами не выходите. А еще будьте готовы, что местные обязательно нанесут вам на лицо тальк. Самый ценный ресурс праздника – вода. Предприимчивые заведения предлагают наполнить ваш пистолет за 20 бат, либо бесплатно, если вы что-нибудь о них купите. Думаю, вы понимаете, что вариантов купить здесь косяк или выпить точно полно. После полуночи выливается так много воды, что улица превращается в одну огромную лужу. И самые дикие заправляют свои пистолеты прямо из-под ног. Примерно на этом моменте я решил, что нам пора домой. Сонгкран совершенно не похож на празднование Нового Года, к которому мы все привыкли, но это и делает, наверное, его таким привлекательным для людей со всего света. Праздник – это совершенно беспардонный, нарушающий все возможные личные границы, антисанитарийный, но очень веселый. Мне больше всего понравилось, наверное, то, что в толпе все равны. Будь ты там каким-нибудь бизнесменом из Австралии или китайской пенсионеркой, шансы получить водой в лицо одинаковые. После новогодней водной суеты я отправился стирать вымокшую одежду. В тайских квартирах не принято устанавливать индивидуальные стиральные машины, поэтому либо ходи в общую прачечную в подвале и стирай сам, либо отдавай одежду в коммерческие прачки. За стирку и сушку всех вещей я заплатил 95 бат и через три часа забрал аккуратный пакет. Кажется, недорого и быстро, но иногда одежду возвращают севшей или окрашенной, поэтому дорогие вещи лучше не отдавать. Спустя три недели на острове отпускной вайп понемногу улетучился и столкновение с местными особенностями воспринималось уже не как интересная экзотика, а как требующая энергии рутина. Особенно меня бомбило от особенностей дорожного движения. Однажды, вернувшись к байку после прогулки по новому району, я увидел лист с выписанным штрафом на своем коне. Еще одно правило, байки нужно парковать только на таких вот специальных узеньких разметочках, иначе тебя оштрафуют за неправильную парковку. Обычно я так и делал, потому что один раз меня уже заштрафовали, но в этот раз я не увидел знак, который запрещает парковаться в определенное время, оставил байк, он здесь был просто битком заставлен, вся парковка, но когда я вернулся с прогулки, мой байк привязали на цепь, и уже стоит специальный мужичок, который не полицейский, такой, типа, давайте за денежку отвезу в полицейский участок, чтобы ты мог оплатить штраф. Вот так здесь это и работает. Хотя он меня видел, как я парковался, и ничего, конечно же, мне не сказал. От помощи так называемого таксиста я отказался, выяснил, что ближайший полицейский участок находится в 10 минутах, и отправился в путь. В общем, я заплатил штраф, почему-то в бумажке, которую мне выдали, здесь написано, что я заплатил два штрафа по 250 бат, непонятно за что, и интересно то, что они у меня попросили паспорт, и просто записали меня как мистер Сергей, и все, поэтому я, честно говоря, даже не уверен, что этот штраф как-то официально проведут. Человек в отделении сказал мне, что я могу вернуться к своему байку, они там по рации своему полицейскому скажут, он придет и снимет цепочку, поэтому нужно возвращаться обратно и забирать свой байк. За 6 недель каких только нарушений я не видел, ни местные, ни праздные туристы вообще не думают о безопасности, то есть там садятся за руль обкуренные, садятся за байк там с двумя детьми и с собакой, совершают опасные обгоны, делают все, что хочешь, поэтому даже если вы будете очень осторожны за рулем, риск травмироваться все равно есть из-за окружающих. Оплатив штраф, я ехал домой и встретил, наверное, самую абсурдную ситуацию, которую видел. В байк едут два тайца, муж с женой лет по 40, оба без шлемов, конечно же, жена за рулем, муж сзади пьет пиво. Мы начинаем езжать на самый такой опасный участок дороги, у них там есть такой перевал, где постоянно погибают люди, что делает жена? Она отпускает одну руку от руля, берет у него вот так пиво, не притормаживая, там в горку как-то едет вот так это пиво, отпевает на максимальной скорости и продолжает вот так ехать. Я как бы еду за ними. Самое смешное, этот перевал настолько вот опасный, да, что тайцы там бибикают, таким образом они, кажется, там хотят задобрить духов, чтобы те их не тронули. Получается, что люди перекладывают ответственность с себя на духов, но при этом на дороге творят какую-то дичь. Насмотревшись на дорожный ад, я решил сходить на занятия по экстремальному вождению мотоцикла, чтобы когда-то, возможно, спасти свою жизнь. Учить меня взялся Саша. На острове он занимается сдачей мотоциклов в аренду вместе с приятелем. Сначала они купили три штуки, а затем привлекли инвестиции, и сейчас их уже 20. Само занятие стоит 4000 бат и длится два часа. Кажется, дорого, но если учесть, что Саша не отрывался от меня все это время и вкладывался эмоционально, то цена оправдывается. Прям пониже еще, да, добавляешь чуть-чуть газ, прям пониже закладывай. Поинтереснее. Кайфани, кайфани сегодня. Нет, нет, нет. И сразу ты совершаешь все ошибки, абсолютно все. Ты задаешь траекторию. Сначала голова, ноги, все закладываем, мотоцикл, и руками мы немножечко ему помогаем уже. Он всю работу выполняет. В процессе поворота не надо его подруливать ему. На мотоцикле главное не ссать, главное, это правило основное. Расслабиться и получать удовольствие от процесса. На занятии я попробовал экстремальное торможение, крутой поворот, езду восьмеркой и самое сложное, езду по кругу с максимальным наклоном. Короче, это было весело и сложно. Самое сложное здесь это смотреть туда, куда нужно поехать, потому что каждый раз, если мне нужно развернуться, я должен смотреть типа вот так, а не прямо, не под себя, это вообще нереально. Сложно, потому что страшно. Но интересно, правда, странно, что ты куда смотришь, туда и едешь, даже не нужно, получается, рулем крутить. Это для меня открытие, поэтому даже на мопеде поможет, я думаю. После занятия мы немного поболтали с Сашей и выяснилось, что они сами приехали сюда меньше года назад. В Москве у меня с женой была тату-студия, убили татухи, стильные, модные, и также работали моделями тату-моделей, спорт-моделей. Приехали сюда, мы эту сферу уже, наверное, не рассматривали здесь, мы сразу старались строить бизнес. Но почему тату-студию не открыли? Потому что, как оказалось, об этом тоже мы узнали уже по приезду, что работать мастерами мы тут не можем, это незаконно. Всю работу, которую может выполнить тайц, фаранг делать не может. Фаранг это иностранец? Фаранг это белокожие, да, мы. Окей. А моделями тоже не особо? Модели мы даже не искали, скажу тебе честно, да. Мы сразу, я начал искать варианты переквалифицироваться. Я понял, что мне очень нравятся мотоциклы, я люблю мотоциклы, всю жизнь любил мотоциклы и решил всю жизнь связать именно с ними. Смотри, если я приезжаю сюда на год, например, что мне выгоднее? Купить байк или мотоцикл? Выгоднее будет тебе купить мотоцикл. Выгоднее. Но проще для начала тебе его арендовать, определиться для себя, какая модель тебе подходит больше всего и потом уже, да, купить мотоцикл. А если это, опять же, на полгода год, наверное, на полгода это же будет невыгодно, скажу тебе. А сколько стоит мотоцикл здесь? Ну, просто, ну, только средненький. Ну, вот этот. Да, просто 180 тысяч бат. Если вы планируете задержаться в Тае, Саша рекомендует получить тут права местного образца. Тем более, сделать это не так сложно. Сдать несложно. Если у тебя есть водительское удостоверение любой категории российского образца, это будет еще легче. Если у тебя нет никаких прав, тоже достаточно будет просто. Сколько денег, сколько времени? Приблизительно, наверное, 10-12 тысяч бат от 5 до 2 недель. То есть нужно будет, как всегда, сдать билеты, дром и город? Билеты, дром. Чаще всего дром ты не сдаешь очень так поверхностно. Билеты также тебе помогут. Педали там понажимать на дальтонизм тоже тебе помогут. А город? Города нет. Интересно. Поэтому, в принципе, движение такое. Поэтому ездится так. Мне кажется, тайцы, они даже на права не сдают, если честно. То есть судя по их езде. Но их и не штрафуют. Ну их и не штрафуют. Да, потому что весь, я считаю, что весь бюджет здесь именно на фарангах. На приезжих. То есть полицейские останавливаются на стране? Да есть 30 человек с тайцами, ты будешь ехать, один без кепки, один без каски и все без каски остановят только тебя. Потому что у тебя есть деньги, что ты заплатишь там. Потому что ты белый, у тебя есть деньги, все. На следующий день, уже с большей уверенностью, я отправился на другой конец острова, чтобы поговорить с Женей и Марикой, у которых здесь свой детский садик. Мне было не только интересно узнать про работу тут, но и про визовые правила. Получить вид на жительство в стране практически невозможно, не говоря уже о получении гражданства. Стандартный срок нахождения российского туриста в стране 30 дней. Иногда бывают там изменения в правилах. Вот я побывал 45. Если хочется провести время подольше, там как-то можно визу продлить, но в большинстве случаев люди просто выезжают из страны и в тот же день заезжают обратно. Есть также, конечно, визы. Вы, например, можете поступить в языковую школу. Только сейчас мне уже действительно нужно прям ходить. Вы можете отдать ребенка своего в какое-то учебное заведение. Самый надежный вариант, конечно, устроиться на работу в тайскую компанию или открыть свою собственную компанию и тогда у вас тоже будет долгосрочная виза. Кстати, сам садик находится в районе пляжей Равай и Найхарн. Так сложилось, что переехавшие селятся здесь на более долгий срок. И это не только русскоговорящие, но и европейцы. Во времена ковида Равай был одним из самых живых районов. Если на Кате и Короне все вымерло, то здесь почти ничего не изменилось. Дело в том, что инфраструктура Равая заточена не под туристов, а под долгожителей. Есть школы, рынки, набережные, парапляжи. Кондо и коттеджи здесь охотнее сдают в долгосрочную аренду. Женя официально работает в оформленной в Таиланде IT-компании, и поэтому вся его семья имеет право находиться в стране безвыездно. Все, что нужно делать, раз в три месяца отмечаться в миграционном центре онлайн или офлайн. Сами мы здесь живем уже почти шесть лет. Особых проблем с оформлением долгосрочных виз раньше никогда не было. Обычно все подавались в языковые школы, получали студенческие визы. Но с 22-го года, когда сюда служил поток мигрантов, то квоты в языковых школах позаканчивались, и даже оформление рабочих виз затянулось месяца по 4-6, хотя раньше было нормальным, месяц-полтора за них оформляли. Но сейчас ситуация более-менее нормализуется. Если у вас ребенок ходит в местную лицензированную школу, то на него оформляется учебная виза, и на одного из родителей полагается опекунская виза. Дети Жени и Марики до пандемии ходили на острове в русскоязычный детский сад. Но с началом локдауна садик, как и многие бизнесы на острове, закрылся. Чтобы дети могли продолжить свое развитие, пара приняла неожиданное решение. Они выкупили бизнес у предыдущих владельцев и сами занялись его развитием. Вообще, изначально, когда мы выкупали этот садик, у него ходило всего 8 детей, из которых двое были наши. И нашей первоначальной задачей было просто сохранить хорошее образование для наших собственных детей. До ковида здесь все образовательные учреждения русскоязычные ориентировались на туристов и на зимовщиков, поэтому дети ходили буквально 2 месяца, потом переезжали и возвращались обратно. С началом ковида в основном остались только те, кто здесь живут надолго, на постоянку, и появилась возможность формировать хорошее современное системное образование, где дети ходят долго и в одной группе вместе. Мы собрали классную команду педагогов и психологов, плюс обращались к экспертам по образованию, и в итоге мы поняли, что современное классическое образование, оно вообще не отвечает по требностям современных детей в современном мире, и поэтому мы ввели несколько дополнительных предметов, которые, как мы считаем, очень важны, например, soft skills, это управление своими эмоциями, дети учатся понимать свои, учатся понимать других людей. У нас есть предмет логика, например, биология, научные эксперименты, плавание с тренером, вообще у нас тоже акцент на то, что дети должны много двигаться в этом возрасте. Держать целый садик ради восьми детей было невыгодно, но вовлеченность молодых родителей быстро возымела эффект, и сейчас садик посещает в десять раз больше детей. Когда мы в ковид открылись, то месячный абонемент за полный день занятия у нас стоил двадцать тысяч, после введения улучшений мы подняли цены на тридцати тысяч в месяц, сейчас это далеко не самые высокие цены, потому что всплынул огромный поток людей, и всем, естественно, нужны сады и школы, и родители практически любые деньги готовы дать, чтобы ребенка пристроить, поэтому в некоторых садах цены доходят до сорока и даже пятидесяти тысяч в месяц, и когда двусотую заявку получили, отклонили, то мы уже перестали считать просто потому что поток не подсчитываем. Найти хороших сотрудников на Пхукете получается благодаря миграционным волнам, а некоторых они реалицировали самостоятельно. Мы можем нанимать иностранцев только как преподавателей или менеджеров, а все остальные работы, садовники, няни, уборщицы, повара, это все должны делать только тайцы по законодательству. На каждого иностранца в компании должно работать от двух до четырех тайцев по различным правилам, и уставной капитал компании должен быть на каждого иностранца по 2 миллиона бат. У тайцев зарплата наверное от 15 тысяч бат, если это в отелях еще где-то, то они еще имеют чаевые, но соответственно если работают в саду, то чаевых нет. Для иностранцев это зависит от профессии, от квалификации, даже от национальности зависит, но для преподавателя или менеджера это в среднем 40-50 тысяч бат в месяц. Сейчас для Жени и Марики садик постепенно перерастает в главное дело их жизни. Марика оставила работу в IT почти сразу, а Женя совмещает свою работу директора по аналитике с разработкой стратегии их будущего проекта. Новая школа садика, которая будет уже не в Вилле, а в специально построенном для этого комплексе. Вообще со временем мы поняли, что быстрое некачественное образование это отличный способ изменения этого мира к лучшему. Понятно, что результаты будут виды не сразу, они будут через 10-15-20 лет, когда дети вырастут, но вообще мы верим, что чем больше людей будут способны к критическому мышлению, осмысливать все потоки информации, которые сейчас существуют, чем они лучше будут понимать собственные эмоции и эмоции других людей, чем они будут более способны обучаться всю свою жизнь, тем все общество глобально будет лучше развиваться. Правила нахождения в стране с точки зрения виз в принципе неплохие, но если у вас нет оснований для получения подобной визы, то вот так мотаться туда-сюда, ну, лично мне было бы не очень, потому что, во-первых, где-то на 4-5 раз вас просто могут не пустить в страну без там оснований, и говорят, что, конечно, страна коррумпирована и можно там куда-то заплатить и тебе как бы закроют на это глаза и пропустят. Если там визы просрочились на несколько дней, тебе нужно ее продлить, тоже там в конверте денежку кладешь, как бы закрывают на это глаза. Кстати, то же самое и с точки зрения ведения бизнеса. Все практически, с кем я здесь общался и у кого есть бизнес, говорят, что они полиции платят так называемую благодарность за то, что они им типа помогают. Сумма минимальная, которую я слышал, это 10 тысяч бат, максимальная 100 тысяч бат. Все зависит, конечно, от размера вашего бизнеса. Вроде все нормально, у них там какие-то свои правила, но участвовать в таких серых схемах лично я не особо бы хотел. Но, конечно, в то же время, если вам это ок, инфраструктура для долгосрочного пребывания в стране есть, начиная от детских садиков, заканчивая компаниями, которые помогут тебе дать, так сказать, благодарность пограничнику, чтобы тебя точно пропустили. Продолжая исследовать новые развлечения в Хукетто, я узнал об аквапарке Андаманда. Находится он в центре острова в районе Кату. Входной билет стоит полторы тысячи бат на весь день. Приходить плавать можно с 10 утра, но, учитывая очень жаркое солнце, мы решили прийти после обеда. Территория парка условно поделена на зоны. Есть прикольный детский городок, где раз в несколько минут на людей выливается чан с водой. Тут же ленивая река, где просто можно почилить на круге. Есть ресторанные дворики с приличными такими ценами. И большой пляж с искусственными волнами. Все остальное – это, конечно, горки. Взрослых здесь около 15 штук. За три часа я попробовал практически все, потому что очереди в будний день были всего по несколько минут. Дольше всего я ждал, чтобы спуститься с супердлинной горки. Она настолько долгая, что в процессе тебя дополнительно подгоняют потоки воды. Но самое экстремальное из них – таз, который вас пускает целой группой. На ней кажется, что ты вот-вот вылетишь из круга и эмоций просто зашкаливаешь. И прикольно, кстати, что круги здесь по лестницам не нужно таскать, их поднимает аппарат. Вообще, на территории можно найти много мест для отдыха, разных лавочек и магазинов. Несколько часов точно будет чем заняться. Но если вы уже были во множестве аквапарков, невероятных впечатлений не ждите. Место классное, все чистое, новое, современное, много зелени, персонал вежливый. Но один большой минус – то, что парк рано закрывается. То есть в 7 вечера уже нужно покинуть территорию, в 5.30 уже не работает кафе. А все мы знаем, что в Таиланде где-то там с 10 утра до 5 вечера самое пекло. И находиться под ним, стоять там, ждать очереди на горку довольно сложно. Поэтому, если бы это место работало до 10 вечера, это было бы прям вообще идеально. И завершая рассказ о туристических новинках острова, хотелось бы сказать, что круто, конечно, что здесь стало открываться довольно много таких модненьких местечек по типу балийских ресторанов, там вот это все. Но у этого, с одной стороны, как есть плюс, что остров развивается экономически, так и минус. Вот такие красивые места, они очень быстро вирусятся в социальных сетях, туда сразу начинают валить люди, и это тут же влияет на цены, которые растут, и на качество сервиса, который падает. Более того, в некоторых заведениях сейчас стали добавлять там 10-15% к чеку за обслуживание, но это не гарантирует вам хорошего сервиса. Поэтому я рекомендую вам при выборе заведений на Пхукете смотреть не только на какие-то красивые фотографии, но и читать какие-то реальные отзывы, например, на гугл-картах. Чем дольше находишься на острове, тем дальше заезжаешь и узнаешь, что здесь есть не только типичные тайские районы. Например, на северо-западе острова есть шикарный пляж Бангтау. Атмосфера здесь гораздо приятнее. Дорогая недвижимость, много зелени, аккуратные дорожки и водоемы. За счет того, что пляжи на Пхукете нельзя сделать частными, доступ сюда открыт для всех. На территории немного инфраструктурных объектов и высокие цены в кафе и салонах. Поэтому селятся здесь в основном люди с деньгами. Еще один нетипичный район это старый город Пхукеттаун. Развиваться он стал еще в 19 веке, когда на остров хлынули китайцы, которые занимались здесь добычей олова. Именно поэтому здесь своя архитектура, которую принято называть китайско-португальской. Типичная постройка в Тауне это шоп-хаус, жилой домик с магазином или кафе на первом этаже. В Тауне нет пляжей, поэтому туристы здесь практически не живут. В основном они приезжают сюда, чтобы сфотографироваться с необычными зданиями, посмотреть на храмы и посетить аутентичные ресторанчики. Приятным удивлением для меня было наличие здесь творческих мест, керамические мастерские, художественные галереи и музеи. Даже кофейни здесь концептуальные, с хорошим сервисом и напитками. При этом цены в таких заведениях ниже, чем в туристических зонах. В этом районе практически не селятся иностранцы, но исключения бывают. Одна из таких Ксюша. Она переехала сюда из Москвы больше года назад. Почему ты уехала из Москвы? Она же такая классная, как все говорят. Ну и как? Я все считаю. Слушай, я тоже считаю Москву классным городом, но для меня это тяжелый город, которому приходилось соответствовать. Нужно было постоянно куда-то ехать, постоянно хорошо выглядеть, быть в движении, в динамике. Зарабатывать много денег. Зарабатывать много денег, заниматься каким-то достигаторством. Это все мне не очень подходит. Я бы хотела более спокойную, размеренную жизнь и мне всегда хотелось пожить у моря. Поэтому я приняла решение продать машину, сдать квартиру и приехать сюда. Тем более, что для меня это уже привычная локация, я зимовала здесь когда-то. Ты, так я понимаю, уволилась с работы? Да. И на что ты теперь живешь? Только на деньги, которые получаешь с аренды квартиры? Конечно, нет. Я еще работаю здесь. Я художница и занимаюсь коммерческой росписью стен. То есть расписываю бары, кафе, рестораны, отели, любые помещения коммерческого назначения. Как много можно на этом зарабатывать? Есть ли вообще спрос на это? Потому что, мне кажется, в Таиланде это не особо-то и кому-то нужно. Ошибаешься. Спрос есть, потому что Пхокет развивается, здесь открывается много новых локаций, новых мест. Например, за один проект, какой-то несложный, это может быть 15 тысяч бат. Почему ты выбрала жить в Тауне? Я, насколько понимаю, что все, кто сюда приезжают, они стараются как-то поближе к морю жить. А здесь, я так понял, от Тауна минут 20-30 только нужно ехать, чтобы к морю подъехать. Да? Да, все верно. Первый раз, когда я была здесь, я тоже выбрала локацию возле моря, но пожив какое-то время, поняла то, что цены там сильно завышены, потому что они рассчитаны на туристов. По этой причине, да, я переехала в Таун, здесь цены ниже, например, на жилье. Я снимаю жилье за 8 тысяч бат, такое же, как могла бы снимать по комфорту возле моря, только гораздо дешевле. Ну, я так понимаю, что, несмотря на то, что туристов здесь меньше, инфраструктура все равно нормальная, ну, как я вижу. Хотя, мне кажется, даже лучше в чем-то. Здесь, да, достаточно развитая инфраструктура, здесь есть торговый центр с кинотеатром, классный парк со спортивными активностями, много кафешек, кофейн, зоны для гуляния, больницы, тротуар. Если я хочу к морю, то могу просто прыгнуть на байк, и 20 минут, и я у моря. Мне определенно здесь нравится, поэтому, да, я здесь останусь на какое-то время точно. Недавно у меня были мысли о том, чтобы продать свою квартиру в Москве и купить здесь, но я поняла, что это не так уж и выгодно, потому что здесь все-таки жаркий климат, влажность и жилье здесь недолговечно. Что, типа, квартиры разваливаются через 10 лет? Ну, не через 10, больше, конечно, срок, но все равно... Ну, да, получается, если аренда у тебя за 8 тысяч, а купить можно там за 4-5 миллионов, то, конечно, проще лет 40 снимать, чем купить свое и смотреть, как оно сыпется. Да, согласен. Выгоднее, да, выгоднее снимать. В планах мне бы хотелось развивать здесь арт-комьюнити, арт-сообщество, и я бы хотела открыть здесь мастерскую, какое-то свое пространство, где могу рисовать, и какой-то шоурум, галерея. Вот пока такие планы. Но иностранцу это возможно сделать здесь? Да. Кстати, правда, нет арт-комьюнити? Куча же тайских художников каких-то. Вот они же рисуют тут что-то. Да, здесь много тайских художников, но по какой-то причине сюда не приезжают русские художники. Наверное, потому что визы талантов нет? Наверное, потому что они все на Бали. Ну, а почему, как думаешь, почему они все на Бали, а не здесь? Потому что Бали такое достаточно распиаренное место в отличие от Пхукета. Пхукет только начинает застраиваться, набирать какие-то обороты, и надеюсь, что в скором времени здесь будет много художников. К тому же здесь безопаснее жить, учитывая, сколько историй я слышал про Бали, когда там скидывают с байков, воруют телефоны. Здесь я такого очень редко слышу. Тут если только человек сам разбивается и все. Ты прав, здесь действительно безопасно. По крайней мере, я себя здесь чувствую в безопасности. Полтора месяца на острове пролетели незаметно. Благодаря сильной жаре я много спал в номере и делал перерывы лишь на тренировке. На местной еде я здорово похудел, хотя не отказывал себе ни в чем. Морально я тоже взбодрился. Возможно, дело в большом количестве искренних улыбок, которых мне иногда не хватает в Грузии. Однако желание остаться здесь у меня не появилось, ведь медленный темп жизни никак не располагал к работе. Возможно, я бы вернулся в Таиланд на несколько месяцев, но пожил бы уже в столице или где-нибудь на севере страны. Говорят, что там, где вместо моря горы, жить дешевле и прохладнее, что городские жители совсем не похожи на островитян, а еще там, где меньше туристов, будет проще понять историю и ментальность этого народа. Так что, возможно, когда-нибудь я решусь и на такой трип и, конечно, сниму об этом новый фильм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова